Уважаемый Юрий, земля уже давно продана, ваш продает Украину. Вы поймите, что вот эта мулька, что земля продается, она только сказана для того, чтобы объяснить, почему будет интервенция определенных структур на украинской земле. Как еще объяснить? По умолчанию оккупанты уже давно все тут продали. Точнее, как бы, ну это не продали, они уже решили, кто где будет, что делать. Если, допустим, люди увидят, что кто-то начинает строить на украинской земле что-то, или запрещать ходить по украинской земле, они начнут возмущаться. Поэтому, чтобы люди не возмущались, они придумали такую мульку, что земля типа продана. Землю невозможно продать, вы поймите. И можно только нанять охранников, которые с оружием будут охранять этот участок. Земля не продается. Можно нанять охранников, и можно внушить местным жителям, что земля продана. А земля не может быть продана. Может быть поставлена просто табличка частная собственность. И к этой табличке прилагается армия. Юрий, вот ты что не знаешь, что, допустим, на территории концлагеря РФ нельзя в некоторых местах куда-то ходить. Причем это было еще в Советском Союзе. Но в Советском Союзе они выкручивались заказники, заповедники. Сейчас они это все называют собственность. То есть сейчас на территории России нельзя в некоторых местах куда-то пойти. Поэтому я хочу всем жителям Украины сказать, что... Землю продать невозможно. Можно только вам взнушить, что она продана. Таким образом объяснить появление вооруженных людей. Сказать, а мы же продали эту землю, а вы поверили. Так если они купили землю, пускай они с собой ее забирают полностью. Ну пускай, ну хотя бы на километр вниз. Ну согласны? Ну человек приходит в магазин, делает покупку. Он же домой ее уносит, он же в магазине не остает. Если они купили землю, они должны ее с собой забрать. Магазин может держать три дня наш магазин украинский землю. Если в течение трех дней покупатель не забирает украинскую землю, она, естественно, возвращается обратно. Потому что, а что нам захламлять место? Что они нам место устраивают тут? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какой же тут монстр сагрился. Бегим. Ай, если б я знал. Так, ну это я попытаюсь сделать отдельный ролик. Особенно без монтажа. Про то, чтобы жители Украины знали, что это все фикция. Дальше хочу подкрепить таким комментарием наш уважаемый Михаил Соболев пишет в чате. А купим землю в квадратных метрах, сколько принадлежит тебе в кубах? Следовательно, Михаил задает вопрос. А воздушное пространство чье? Значит, теоретически, если они, ну давайте опять пофантазируем, якобы купили украинцев землю, то они ж не купили воздух над землей, тогда пускай и воздух покупают. Украинцы могут над этой землей, ну передвигаться, как сами придумают. Не знаю, какие они там приспособления сделают, мосты проложат, там маленькие дельтапланчики сделают себе. Ну что угодно. Потому что, ну землю не купили, купили, а воздух над землей в кубах вверх. Поэтому украинцы могут создавать на территории купленной земли, над территорией, пешеходные переходы и на купленную землю не специально, а случайно там сбрасывать, к примеру, якобы купленную землю, что украинцам не нужно. Они же не заплатили за воздух над землей. Пускай как бы почитают, взвесят, вот мы им запакуем. Но это опять же шутки, а если серьезно, то если они уже купили землю, то пускай ее забирают. А если не могут забрать, значит жители Украины имеют полное право пользоваться своей украинской землей. Как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok